О результатах работы по выявлению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории городского округа в 2020 году, отчитались на антинаркотической комиссии сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Щелковская». Было выявлено два факта содержания притонов, два преступления, связанные с культивацией наркосодержащих растений, по одному с легализацией денежных средств, полученных от продажи наркотиков, и с их контрабандой. За 12 месяцев 2020 года на территории обслуживания МВД зарегистрировано 190 преступлений, аналогичный период прошлого года – 210, из которых 130 преступлений зарегистрировано с лицом. То есть лиц по ним установлено аналогично период прошлого года – 89, что на 46% выше предыдущего года. Для противодействия распространению пагубного зелья сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков на территории округа были проведены оперативно-профилактические межведомственные операции «МАК», «Пангея», «Дилер», сообщи, где торгуют смертью «Наркопритон». В прошедшем году щелковские полицейские изъяли из незаконного оборота более 60 килограммов наркотических и психотропных веществ. На заседании также был рассмотрен вопрос о мониторинге наркоситуации на территории округа. Общее количество лиц, находящихся на учете в наркодиспансере, составляет 2718 человек. За год их число снизилось на 3%, причем по наркомании очень незначительно. В основном это произошло в группе риска по токсикомании и алкоголизму. Принятыми мерами удалось вдвое сократить количество несовершеннолетних, находящихся на учете в наркодиспансере, существенно снизить число административных правонарушений, имеющих отношение к наркологической проблематике. Последним вопросом заседания был отчет о работе антинаркотической комиссии в 2020 году. Основные усилия были направлены на дальнейшую реализацию стратегии государственной антинаркотической политики. Это организация профилактической работы в образовательных организациях, создание условий для организации досуга и обеспечения населения услугами организации культуры, развитие физической культуры и массового спорта. На заседании отмечалось, что за год аппарат антинаркотической комиссии получил и отработал 88 поручений. Все они были выполнены. Андрей Циханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение. Продолжение следует...